Помогите, помойка лезет прямо в окна. С мольбой о помощи к нам обратились жители дома номер 44 по улице Красной Звезды в Чите. Уже год они требуют от своей управляющей компании устранить свалку. Однако конструктивного разговора между ними не получается. В чем причина неразрешимости ситуации узнавала Елена Хзанян. Сразу за окнами жилого дома расположена эта помойка. Здесь же играют дети в песке. Жители за свой счет установили забор, чтобы хоть как-то оградить себя от мусора, летящего прямо в подъезды. Управляющая компания при этом бездействует. Бороться с мусором и зловонием они устали. Все обращения инициативной группы жителей в управляющую компанию «Чистый город» не дали никаких результатов. Правда, перед Пасхой все же подогнали трактор и сгрудели мусор. Недалеко, на метр от подъезда. Ситуацию, скажем прямо, это не спасло. Как лежали трупы животных, так они и лежат. Как часто возят мусор? Два раза в год, весной и осенью. Все. Вы согласитесь, вот вы даже сами стоять не можете, какой идет запах. А у нас сколько ребятишек. Новорожденные сейчас опять летом появятся. Где нашим детям? А это же сплошная антисанитария. Антисанитария действительно сплошная. Детская площадка не предусмотрена в принципе. У управляющей компании ответ на все один. Нет денег. Большинство жильцов неблагоустроенного фонда не платят за услуги. На каждом доме висит задолженность по 50-70 тысяч рублей. Лишь 30% жителей этих домов вносят плату за ЖКХ. В ноябре прошлого года, 2013 года, тоже так же жильцы обратились к нам. Почему не до конца мы убираем все время мусор? То есть мы приедем, часть мусора увезем, а все равно не весь. Объяснил им, говорю, ребята, вы платите тут единицы. На те деньги, которые вы на дом собрали, стараемся мусор увезти. Справиться с неблагополучным, неблагоустроенным фондом чистому городу не под силу. Компания находится на грани банкротства. Единственный выход для жильцов неблагоустроенных домов – поменять управляющую компанию на более крупного игрока на рынке жилищно-коммунального хозяйства, у которого хватало бы средств для решения всех проблем. Елена Ахзанян, Сергей Мозыр, Вести, Чита.